всем привет друзья вас приветствую сегодня я и зовут меня юлия я продолжаю делать для вас обзорные видео я показала вам уже часть своей рассады и осталось мне показать вам вот эту тепличку здесь у меня находится ампельная петуния но не только конечно петуния я показывала вам что здесь средний ряд у меня заставлен цветочной рассадой также у меня здесь уже львесятка шпошечки новинка в этом у меня году но и сейчас я вам все покажу поближе и поподробнее ну вот в принципе на сегодняшний день ампельная петуния у меня выглядит вот так здесь самое первое у меня находится наверное вы сразу же можете узнать это петуния тайдал тайдал в общем гигантская петуния посмотрите некоторые вот которые я еще не успела прищипнуть ну то есть что-то хожу контролирую прищипываю все-таки поднимаю до свою голову все-таки каскад выдает петуния но я вообще думаю то что я наверное не успела прищипнуть я может быть даже вот эти вот которые с головой оставлю с головой оставлю для себя потому что если я прищипну то опять же отодвинуть цветение а сейчас уже люди просят ну как бы сейчас уже люди будут приходить за петунии конечно же им хочется видеть хотя бы один цветочек на кусту я уже перестала прищипывать вообще ее а так я делала несколько раз по кругу прищипывание здесь вы видите разных размеров петунии потому что есть и черенки а есть и те которые вот выращенные из семян черенки тоже уже активно начали куститься так что как-то так дальше у меня идет серия изи изи тоже в этом сезоне я пощипала чтобы она была по кустисти ну и вот результат кустица но на мой взгляд то мне кажется мелковатый лист так что скорее всего дам азотная какое-то удобреница где побольше азота ну или сделаю опрыскивание по листу изи у меня в трех расцветках как я говорила вам бери велюр бургунди вот бери велюр уже вот один уже вот начался распускаться он такой по насыщеннее у него бутончик и бургунди он такой поярче по наряднее ну нет обе расцветки нравятся дальше здесь расцветка изи плюм кстати тоже вот есть распустившийся первый цветочек и еще у меня изи корал расцветка в этом сезоне есть но пока бутончик вот только один нет распустившихся нечего мне вам показать вот например тут так вообще видите уже как подняла петуния свои плети хоть вроде бы каждый раз хожу щипаю щипаю но уже она вот как-то видимо чувствует и растет и растет и растет переходим к следующему стеллажу здесь у меня тоже черенки еще есть тайдолов это кстати у меня череночки вот акробат бальзамин который я говорила что я для себя начеренковал и хорошо он активно так принялся молодец здесь кстати у меня вообще смесь ампелей всякое разное здесь wave pink такая мощная тоже серия развивается не по дням а по часам что тут у меня еще есть комбо и дальше пошла у меня там опера опера тоже в трех расцветках у меня белая pink more и raspberry ice но пока цветущих нет вам мне показать нечего в этом сезоне я прищипывала даже и оперу ну как-то мне хотелось чтобы вот кустики были тоже по наряднее по пушистее ну и пока в принципе хорошо все выглядит внизу тоже еще вот находятся черенки здесь всякие разные и оперы по-моему и тайдолы в общем много чего находится свободное место у меня осталось я посеяла здесь зеленушку и редиску и укроп и салат и шпинат в общем весь у меня этот рядочек пока занят под зеленушку ничего пока еще не зашло потому что позавчера буквально посеяла все таки температура совершенно низкая для посевов но все равно у мамы посмотрела я что взошло в темпе в теплице ну и решила тоже себе посеять ну и еще новшество у меня в этой теплице это как вы видите висят кашпошки кашпошки у меня висят с вегетативной петунии это у меня маточники которые я щипала решила я их пересадить вот такие вот кашпо думаю они к моменту реализации у меня начнут все цвести и я буду их показывать как образцы я перед тем как их посадить их общипала конкретно так чтобы они все-таки были красивой кочкой здесь разные сорта но также здесь есть у меня кашпо микс сделала я уже попробовала и помея калибрашка вербейник монетчатый и добавила лабелию не знаю много немного но вот как то так и с другой стороны тоже такой же у меня здесь микс но смотрю что и помея уже прижилась и калибрашка тоже красавица в общем думаю что все по пойдемте же на закате посмотрим мою питуньку ну и вторая теплица здесь у меня только кустовая питунья и в принципе все довольно хорошо неплохо на мой взгляд на нижний ярус я повесила дополнительно подсветку все-таки пасмурная погода ну и чтобы питунья не тянулась я решила ее досветить все равно конечно на нижнем ярусе отличается цветом питунья она более такая салатовая ну думаю что ничего страшного в этом не будет тогда когда здесь попродастся я думаю что сейчас вот цветущая вегетативка она уйдет наверное на ура в первую очередь и тогда я буду потихоньку поднимать уже наверху весь нижний ряд вот так вот у меня выглядят примеры на данный момент я жду активно цветение чтобы уже вот показывать и предлагать образцы чтобы потому что цветущий как вы видите еще нет цветущая только вегетативка ну а кустовушка еще только вот где-то есть конечно бутончики но не везде ну например вот хочу показать вам первое цветони цветение тритуни все-таки какая же она шикарная это вот тритуния бургунди а это тритуния салман на фотографиях все-таки не такие красивые яркие цветы как на самом деле все равно камера не передает этого нереально красивого цвета это мамба белая распустилась у меня здесь дэди дэди блю вот такой образец и да бенэйр блэк черри такой вот неординарный а здесь у меня лимба три расцветки вот еще должна распуститься sky blue из тритуний как только распустится образцы я всем дам знать что можно в принципе уже приходить потому что ну как вы видите принципе петуния готова можно уже ее и может быть у кого-то есть кашпушки не готовы они уже посадить можно 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 вот например мамба белая она у меня сама в прошлом году лимба белая самая первая расцвела в этом году мамба белая вот уже второй цветочек я имею ввиду из тех которые у меня распикированные в ноль вторые стаканчики кстати дэбонэйр блэк черри интересно развивается мне кажется что она даже такая будет как бы ампельная потому что она выпускает такие боковые плети это такое развитие у нее не похоже на совсем такую кустовую впервые я ее выращиваю и вот кстати она уже тоже на бутончиках сейчас как выпустить свои черные бархатные бутончики распустит это будет красота ну и калибрашечка тоже у меня начала вот ну раскустила здесь у меня ноль вторые стаканы здесь ноль пятые стаканы и уже вот начинает начинает активно зацветать разными разными расцветками здесь у меня на полочке стоит заказ для предприятия посмотрите какие уже большие тайдаль чеки что у меня здесь вот опера серия джаконда тоже вот такая уже большая изи желтая здесь у меня несколько штучек здесь у меня стоит веге . в растопырку в таком вальяжном состоянии потому что все таки хочется чтобы она была кустистая я даю ей больше места не перекрываю тоже недавно кстати сделала ей прищипку общипку все-таки чтобы сделать кустики более такими компактными красивыми пушистым а внизу это вот ноль вторые стаканчики но они уже их надо срочно конечно же делать им перевалку потому что здесь сплошно сплошной корень корень уже съел всю почву я конечно же себя за это ругаю но я не хочу заниматься уделять этому времени уделять время перевалки вот этих вот растений я их просто-напросто продам потому что честно я уже устала от этого вот я видите да нет у меня ни одного цветущего потому что я недавно все их просто прошла обстригла подкормила и вот они сейчас зацветут я просто-напросто их продам потому что ну все уже честно нет сил переваливать да и как бы она не будет этого стоить все равно их не возьмут дороже. Естественно, что если я их перевалю, то я должна буду сделать цену подороже. Но я считаю, что и возьмут, посадят, и все раскустится, все будет хорошо. Я объясню, что нужно будет придать еще стрижечку сделать. Вот еще у меня тут вегеточка тоже начинает зацветать активно уже. Несколько здесь поколений. Вот это, конечно, интересная очень мини вот эти туния. Просто я на нее наглядеться не могу. Такие маленькие-маленькие ежики. Бланкет, конечно же, я постаралась побольше наделать черенков, потому что шикарная, шикарная бланкет получается. Шикарное одеяло, будем так говорить. Ну и в общем звездная серия вся у меня есть. Я вот перед тем, как постричь, я, конечно же, дождалась цветения. Вот из звездной серии у меня все есть цвета. Я посмотрела. Вот, посмотрите, какая интересная расцветка расцветает. Вот тоже бланкет. В общем-то, вот это у меня все вегеточка. Вот последнее поколение. Хорошие стаканчики. Все замечательно. Даже такие маленькие уже на бутончиках. Все. Я уже ничего не делаю. Никакой не занимаюсь прищипкой. Честно, я устала. Я уже хочу побыстрее все реализовать. Мне кажется, сейчас... Ну, вот видите, конечно, здесь корни просто уже просят, да, сделать перевалку. Но я думаю, что они еще дотерпят. Дотерпят до ручек, которые придут, их купят. И дотерпят до кашпошек, в которые их посадят. Вот интересная тоже вот эта расцветка. Очень она распускалась. И, блин, она просто нереально красивая. Так, я считаю, что кустики вегеточки у меня все-таки получились симпатичные. Ну, на мой взгляд, хорошо, хорошо все, на мой взгляд. Вот. А кустовушечка тоже, посмотрите, вот на бутончиках. Скоро как зацветет. Он уже тоже... Завтра уже, мне кажется, наверное, неделька и все. Вот неделька. И здесь будет уже царство не зелени, а царство бутончиков. Вот еще посмотрим на нижний ярус. Немножко он, еще раз повторюсь, да, отличается цветом. Но, тем не менее, это не мешает набирать и бутончики. Так что сейчас все распустится и будет лепота и красота. Затариваюсь вот коробочками, потому что приходят люди, как правило, всегда без ничего. Без пакетика, без коробочки. А набирают то-го-го. Поэтому вот собираю коробочки, чтобы уже быть во всеоружии, как говорится. Ну, а вот он, снежок этот, посмотрите, как я и говорила. То снег, то дождь, то град. Видите? Хлопья. Не знаю, камера передает вам или не передает. А это вот попрыгушка стрекоза. Чего? Холодно? Тома, холодно? Холодно тебе? Ну, если, например, подводить итог, то, в принципе, я довольна рассадой на данный момент, на данном этапе. Все, в принципе, хорошо. То есть, если что, она уже готова у меня к реализации. То есть люди, которые просят, спрашивают, и когда можно прийти. Я говорю, что, пожалуйста, приходите и забирайте хоть сейчас. Все, в принципе, готово. Вот я думаю, что еще неделька, и она, наверное, уже вся зацветет. Зацветет, и тогда здесь будет уже цветущая, цветущие полянки, цветущие стеллажи. И просто заходи, забирай, и себе красоту высаживай. С одной стороны, конечно, холод, это не очень хорошо. А с другой стороны, я довольна тем, что сейчас вот такая погода. Потому что петуния, петуния именно чувствует себя хорошо. Она более такая приземистая, кустистая, зеленая, жирненькая. Нежели, если бы, например, было слишком жарко, когда вот яркое палящее солнце, тогда быстрее петуния пересыхает. То есть я, например, если на работе целый день, я не успеваю поливать, вот как, ну, судя по прошлому сезону, она вот пересыхает в тряпочке и листочке, потом они отходят. То есть это же тоже лишний стресс для рассады. И, конечно же, не есть хорошо. А вот тут, в принципе, все хорошо. То есть я полила, влажности хватает, поливать нужно нечасто, да. То есть вот опрыскивание, другой раз я вообще заменяю полив опрыскиванием. Мне тоже это очень нравится. И вот нет болезней, нет вот каких-то проблем с рассадой на этом этапе, вот на этапе выращивания. Тут мне вот как-то больше нравится вот это развитие. Конечно, да, остальные цветочки, они немного так вот как-то, ну, вот капусточка и виолка тоже колосятся. То есть вот как-то так. Та рассада, которая дома, конечно, ей не очень хорошо, но в основном-то у меня петуния, да. И по петунии мне все нравится, как она у меня сейчас растет, развивается и так далее. Я думаю, что, повторюсь, что еще неделька, другая и все. Пожалуйста, милости прошу, двери мои открыты, заходите, забирайте. Ну что же, вот такие у меня были для вас несколько обзорных видео. Это будет, наверное, заключительное. Буду дальше уже снимать для вас работы, такие, которые... Теперь уже, наконец-то, у меня будет побольше времени снимать для вас таких других каких-то роликов на другие темы. И вообще нужно уже заставлять себя это делать. То есть пошла, взяла камеру в руки, что-то поделала, засняла, смонтировала, выставила. Все. Теперь у меня времени на это будет хватать, я надеюсь. Потому что я могу со стопроцентной уверенностью ответить, что я готова, я сделала всю основную работу. Сейчас вот как-то так вот нужно только следить за поливом, опрыскиванием и обработками. Потому что так-то, в принципе, все уже по местам. Ну и, конечно же, я хочу сказать, что устала, устала. Усталость она есть. И, знаете, были даже такие моменты срыва, я хочу сказать, что было совсем не так, уже как-то так плоховастенько. Когда уже, ну просто, вот, знаете, как робот с утра до вечера, с утра до вечера еще на работу вышла с отпуском. И на работе такой тоже, а врал, что просто не присядешь. Шаги тут отслеживать бесполезно. Вот. И без отдыха, конечно, тяжело. Без отдыха тяжело. Но ничего, я перетерпела, передюжила, и все хорошо, все замечательно. Нужно все равно там денечек-другой давать себе отдыхать. То есть не просто так, но были такие времена, когда некогда было, нельзя было давать себе слабинку, нужно было все-таки вот доделать, а потом я себя вот так успокаивала, потом ты будешь отдыхать, Юля, потом будет все хорошо, потом отдохнешь. Все, успокаивайся, настраивайся, доделай, и потом пожинай свои плоды. Так что, в принципе, так оно все как бы и есть, и получилось. Буду заканчивать это видео, надеюсь, оно вам понравилось. Не обессудьте, пожалуйста. Жду критику, комментарии, конечно же, может быть, что-то поделитесь своими новостями, что у вас интересного. Даже, например, вот, господи, на руки на свои смотрю, надо на маникюр идти, но некогда было, вот наконец-то записалась, и пойду хоть сделаю ноготочки. Ну, потому что вот, наверное, сейчас так у каждого, кто занимается вот таким количеством рассады. Ну, я хочу сказать, что все самое большое позади. Сейчас мы будем с вами лицезреть красоту, красоту наблюдать и одаривать ею людей, чему я очень, конечно, чего я очень жду. Я очень люблю, я вам не раз уже говорила, вот эту пару продаж, мне очень нравится, когда приходят люди, я рассказываю, предлагаю, и когда люди уходят, довольные, счастливые. Так что, я уже жду с нетерпением этого времени, мне уже хочется, хочется, хочется побыстрее, вот это вот, эти ощущать, эти эмоции, эти моменты проживать. Так что, жду, вот этого я уже жду. Ну, что же, я буду заканчивать это видео, надеюсь, оно вам понравилось. Не забудьте, пожалуйста, поставить мне пальчик вверх. Дальше буду, обещаю вам снимать больше, не ругайтесь меня, пожалуйста, знаю, кто пишет мне постоянно, поддерживайте меня, мы с вами на связи, спасибо вам огромное за поддержку. Я с вами, я с вами, я с вами. Всего вам доброго, крепкого вам здоровья, отличного настроения и красивой, яркой, здоровой рассады. И удачного, конечно же, сезона. До новых встреч, до новых видео. Пока-пока.